здравствуйте еще раз сегодня мы будем заниматься уроком по методу фельденкрайза который посвящен движению глаз и как движение глаз координирует движение в туловище поэтому давайте сначала посмотрим на что-то выберем какой-то объект перед глазками оценим как мы увидим и после этого снимем очки закроем глазки и сегодняшний урок будем выполнять с закрытыми глазами для того чтобы наши ощущения были наиболее яркими давайте почувствуем как мы лежим на полу насколько контакт с полом симметричен со стороны затылка насколько одинаково плотно прижимаются к полу лопатки какое расстояние от правого плеча до правого уха от левого плеча до левого уха какое расстояние от левой лопатки до позвоночника в грудном отделе слева справа насколько симметрично с полом соприкасаются нижние ребра таз бедра голени пятки давайте проведем среднюю линию проходящую через макушку шею грудной отдел поясницу таз уходящую между ног насколько эту линию удается провести непрерывный и четкой для себя где вы чертите эту линию по задней поверхности туловище по передней или в глубине себя как стержень а теперь давайте сосредоточимся на своем ощущении лица где располагаются на лице ваши глаза сколько объема лица занимают ваши глаза когда вы вспоминаете когда вы пытаетесь прислушаться к этому ощущению или представить себе это вы делаете это в своем воображении или вы вспоминаете свое отражение в зеркале давайте повернем медленно головушку налево с очень небольшой амплитудой мягко плавно вернемся обратно повторим это движение несколько раз чем медленнее с меньшей амплитудой вы выполняете движение тем она больше будет оказывать эффект на выравнивание равновесия со стороны осанки и со стороны глаз поверните несколько раз головушку направо мягко плавно верните обратно в какую сторону голова вращается лучше вправо или влево в тот момент когда вы головушку поворачиваете направо что делают ваши глаза они вместе с головой стремятся направо или они остаются неподвижными в центре орбиты или смотрящими вверх в потолок в глазки у нас при этом закрыты хорошо теперь не открывая глаз представьте что вы фиксируете какую-то точку на потолке и медленно плавно поверните головушку направо пройдите через точку нейтрали поверните ее налево а глазки остаются неподвижными смотрящими в потолок хорошо а теперь позвольте до глазам двигаться как им хочется и поворачиваете голову направо налево свободно не задумываясь о том что делают глаза чувствуете что без фиксации взора на головушка вращается гораздо проще а теперь давайте сделаем так глазками посмотрим на правой головушку повернем направо вернемся в точку нейтрали глазками посмотрим налево и головушку повернем налево и и вернемся в точку нейтрали повторите эти движения когда глаза лидируют несколько раз хорошо и отдохните в нейтральном положении теперь пожалуйста закройте лицо руками так чтобы ладошка да она легла на орбиту а пальчики рук располагались на лбу они могут быть слегка перекрещенными для комфорта ладошка наиболее плотно закроет глазки от света так чтобы он не попадал в орбиту и когда глазки закрыты руками это абсолютная темнота у нас веки закрыты глаза закрыты руками или может быть есть какие-то цветовые цветовые пятна как отблески прошлых зрительных впечатлений согласитесь не полностью сейчас темнота перед вами а теперь найдите в этой темноте самую темную точку почувствую подумайте с чем она у вас ассоциируется с темнотой чего темной ночи повязки на глаза темный почувствуйте свое глазное яблоко как она располагается в чаше орбиты глазное яблоко лежит на дне орбиты стакана орбиты или она плавает в жидкости для она удерживается какими-то какой-то подушкой как располагается глазное яблоко в орбите насколько напряжены или расслаблены ваши глаза постарайтесь расслабить их расслабить зрачок мы в обычной жизни мало задумываемся о том чтобы расслабить глазки и уж тем более расслабить зрачок позволяя темноте проникнуть вглубь и медленно плавно снимите руки положите вдоль туловища но глаза не открываете не открывайте реки опять давайте сосредоточимся на своем отражении в зеркале где на лице располагаются глазки в какой трети насколько они большие каково расстояние от внутреннего угла глаза одного до внутреннего глаза угла глаза другого глаза хорошо теперь указательным пальцем правой руки поставьте его в межпереносия хорошо в межбровье точнее и медленно плавно посмещайте кожу в этой области вверх вниз вправо влево диагонали вверх вправо вниз влево влево вверх вправо вниз насколько легко смещается кожа в этой области хорошо а теперь давайте вверх вниз вниз смещается лучше в этой точке оставляете пальчик вправо влево допустим слева смещается лучше вы оставляете там пальчик по одной диагонали по другой и оставляете палец в том месте куда кожа смещается лучше по другой диагонали вверх вниз и опять оставляете там пальчик и опустите руку теперь сосредоточившись на своем ощущении правши от правого глаза левши от левого глаза почувствуете где располагается внутренний край глаза я буду говорить для правшей правого глаза где располагается наружный край правого глаза проведите в своем воображении мягкую плавную линию идущую от внутреннего угла глаза к наружному как будто вы скользите по веку по центру орбиты мягко плавно вернитесь обратно какое движение вам кажется более плавным более легко координированным может быть менее ступенчатым вы не чувствуете так 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 прерывистость его хорошо теперь давайте ту же самую линию но проведем по верхнему краю верхнего века как бы по дуге от внутреннего угла глаза вверх в пространство под бровью по веку и вниз к наружному углу глаза и также по верхнему краю века в воображении мы ведем линию от одного угла к другому что в этот момент делают глазки остаются они неподвижными или вращаются вслед как бы за наши воображаемый 3 траектории движения теперь представьте что ваш пальчик воображение находится на внутренний угол со стороны внутреннего угла глаза и вы мягко очерчиваете круг идущий вдоль вокруг глаза от внутреннего угла вверх к верхнему веку от верхнего века к наружному краю глаза от наружного края глаза вниз до середины нижнего века середины нижнего века к внутреннему углу углу глаза с каждым ли секторе воображаемого круга вам легко вообразить это движение легко чертить круг или какой-то сектор круга вашем воображении выпадает теперь давайте действительно реально поставим пальчик на глаз очень 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 мягко и мягенько плавно так как мы делали от внутреннего глаза вверх прочертим круг вокруг глазного яблока очень медленно плавно в тот момент когда вы совершаете движение пальцем по глазному яблоку что делает ваши глазки остаются неподвижным в орбите или он совершает движение в противоположную сторону что делает ваша головушка остается неподвижный на полу или совершает круговые движения вместе с движением пальцы руки или глазом хорошо опустите ручку вдоль туловища отдыхайте опять давайте сравним как симметричной для симметрично лежит головушка на полу насколько плотно прижимаются к полу лопатки нижние ребра справа слева таз справа слева ноги с какой стороны тело ярче прижата к полу с той стороны где мы с вами воображали движение глаза да или чертили круг то есть справа или слева какая половина тела кажется более расслабленной какая более напряженной если разница по сравнению с началом уроком теперь давайте вообразим что у нас на носу одеты большие большие очки красивая правой и мы чертим круг это я права от внутреннего угла глаза уходим на межу область межброви лоб к середине виска пересекаем пересекаем скулу идем к крылу носа все движения воображаем для правого глаза и опять уходим на внутренний край глаза давайте для четкости ощущения прочертим эту линию еще раз и мягко плавно откройте глазки и посмотрите на потолок на ту точку на которой вы изначально фиксировали свой взгляд кажется ли она ближе к вам кажется ли она четче или может быть ничего не изменилось или наоборот эта точка более мутная менее концентрированная ее менее четко ее восприятие опять давайте закроем глазки согнем ножки в коленях поставим стопы на пол и старайтесь так чтобы стопы располагались перпендикулярно под коленями то есть ножки были согнуты в коленях побольше хорошо и мягко плавно отклоните коленочки направо вернитесь обратно пусть это движение будет с очень небольшой амплитудой медленно и плавно и амплитудой глазки закрыты головушка лежит симметрично старайтесь чтобы в этом отклонении стопы не отрывались от пола наклоняете коленочки направо вправо в сторону глаза которое движение которого мы с вами воображали мягко плавно возвращаетесь обратно раз за разом увеличиваете амплитуду отклонения коленок вправо позволяя стопам отрываться от пола и левой половинке таза приподниматься вверх мягко плавно вернитесь обратно повторите движение несколько раз отклоните коленочки направо и в очередной раз отклоняя коленочки направо в сторону глаза который мы с вами чувствовали коленочки от проклоняем хорошо позвольте оторваться стопом от пола почувствуйте как предподнимается левая половинка таза в очередной раз еще больше увеличьте амплитуду отклонения колен направо почувствуйте как нижние ребра отрываются от пола великолепно почувствуйте как левая лопаточка тоже приподнимается к потолку почувствуйте как в тот момент когда вы отклоняете коленочки направо левая половина тела от бедра до плеча удлиняется мягко плавно вернитесь обратно в тот момент когда вы отклоняете коленки направо что делает ваша головушка она тоже возвращается направо или у нее есть противоположное движение что делает правый глаз в орбите в тот момент когда вы отклоняете коленочки направо остается он неподвижный двигается в ту же сторону или в противоположную остановитесь в положении нейтрали хорошо и теперь медленно плавно отклоните коленочки налево сначала с небольшой амплитуды так чтобы стопы не отрывались от пола и раз за разом увеличиваете степень наклона влево чувствуя как приподнимается и отрывается таз в следующий раз отклоняя коленочки налево вы чувствуете как приподнимаются и отрываются правые ребра в очередной раз как приподнимается к потолку правое плечо как удлиняется вместе с отклонением коленок и растягивается от тазобедренного сустава до плечевого правая половина туловища что в этот момент делает головушка вращается вместе с движением корпуса остается на полу неподвижный или может быть совершает противоположное движение что делает правый глаз в орбите остается неподвижным смотрящим в потолок вращается в сторону движения коленей или в противоположную и пожалуйста опять остановитесь с согнутыми ногами в положении нейтрали и теперь давайте покачаем ножками из стороны в сторону вправо влево с очень небольшой амплитуды так чтобы стопы не отрывались от пола с очень медленной скоростью и послушайте что в этот момент делает затылочек на полу остается неподвижным или вращается с очень небольшой амплитуды точка опора меняется чуть больше справа чуть больше слева что делает в этот момент глаз в орбите остается неподвижным или движется в противофазе коленочки налево глаз направо коленочки направо глаз налево или вместе с движением ног коленки влево глаз влево коленки вправо глаз вправо вытягиваете ножки отдыхайте первые движения которые совершают произвольные младенцы это движение глазами сначала в месяц они фиксируют взгляд потом в два способны следить за предметом и на самом деле следящее движение глазами они регулируют мышечный тонус в теле повернули глаза направо тонус мышц повышается с противоположной стороны то есть слева повернули глаза налево тонус мышц повышается справа разгибателей то есть упрямляющих спину это лежит в основе первых их движений переворачивания со спины на живот поэтому наши движения они напрямую глаза дирижер движения как командир который меняет мышечный тонус во всем теле вытягивайте ножки позвольте им расслабиться полностью и наоборот движение туловища оно сопровождается движением глаз потому что независимости от того потому что взор наш должен быть всегда направлен в сторону движения поэтому если мы разворачиваемся корпусом немножко чтобы как-то скорректировать свое движение мы все равно в сторону движения смотрим поэтому как правило у движения глаз движения много противонаправленное направление но может быть и сочетанное тогда это свидетельствует о высоком тонусе мышц шеи хорошо положите пожалуйста руку сжатую в кулак на грудину на грудь правую ручку пусть большой палец будет внутри ладошки хорошо левую руку положите сверху на правый кулак и на груди мягко плавно повращайте ваш кулак влево он не скользит по грудине а как будто происходит движение в запястье не круговые а именно вращательные сначала вы опирались допустим средними фалангами и концевыми на грудину потом перекатили на косточки потом первыми фалангами оперлись понимаете как будто вы совершаете вращение кулачком влево мягко плавно вернитесь обратно верхней рукой вы помогаете вот этому вращательному движению почувствуете как вслед за вращением кулака кисти идёт сверху потолку локоточек правый как приподнимается от отрывается от пола правое плечо какое движение происходит в шее головушка стремится тоже повернуться налево или повернуться и наклониться к правому плечу что в этот момент делает глаз в орбите великолепно а теперь давайте повращаем наш кулак справа вы опирались основанием средней фаланги и концевой в области груди теперь перекатываете свое запястье на пятку ладони вправо помогая себе левой рукой правая ручка сжата в кулак пальчик внутри кулака и вы вращаете кулачок вправо так что вес сжатого кулака перемещается к пятке к основанию ладони вращаем ручку вправо уху 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 почувствуйте как в момент этого вращения правый локоточек стремится к полу когда вы вращаете ручку вправо как стремится и прижимается к полу правая лопатка что в этот момент делает головушка остается она неподвижной или совершает микро движение вслед за движением руки уху 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 теперь давайте поменяем руки местами левая рука лежит на груди большой пальчик внутри ладошки правая рука сверху И мы повращаем наш кулачок по направлению к правому плечу, вправо. Хорошо. Что в этот момент делает локоток? Как движется по полу левая лопаточка? Остается ли неподвижным на полуголовушка или совершает какие-то движения? Что делает правый глаз в орбите? Теперь давайте сделаем противоположное движение. Повращаем кулачок левый влево. Как будто он перекатывается от средней концевых фаланг к основанию кисти, к основанию ладошки кисти. Такие скручивающие движения. Великолепно. И опустим ручки вдоль туловища. Отдохнем. Вызвали ли эти движения напряжение в плечах? Или наоборот помогли им расслабиться? Насколько симметрично вы чувствуете сейчас располагается затылочек на полу? Насколько плотно прижата левая лопатка к полу? Правая лопатка к полу. Левая половинка таза к полу. Правая половинка таза к полу. Давайте проведем среднюю линию, проходящую через нас. Головушку, шею, грудную клетку. Таз, бедра, голени. Хорошо. А теперь давайте опять сожмем правый кулачок. Спрячем пальчик внутрь ладошки. И этим кулачком очертим круг вокруг орбиты, вокруг наших воображаемых больших очков, вокруг правого глаза. Теперь это у нас не движение в воображении, а мы жали кулачок и им ведем по лицу, как будто вокруг правого глаза. как будто описываем большие-большие-большие очки. Пусть кулачок соприкасается с лицом. Это движение не в воздухе, а есть контакт кисти с лицом. Теперь сожмем левую ручку в кулачок. Правую расслабим. И левой рукой вокруг правого глаза опять нарисуем эти наши воображаемые очки. Медленно давайте с вами будем чувствовать рельеф лица. Лба, виска, скулы, щеки, боковой поверхности носа, спинки его. Великолепно. И, пожалуйста, выпрямляйте ручки. Отдыхайте. Опять давайте посмотрим в свое отражение в зеркале воображаемом. Где располагаются на лице глаза? Сейчас для вас это зрительный образ. Действительно, как будто вы смотрите в отражение в зеркале или на свою фотографию, или это в большей степени тактильные ощущения. Каково расстояние между глазами? Какая величина глаз? Сколько они занимают объемы на лице пространства? Одну четвертую, одну восьмую часть, одну шестую, одну третью. Угу. Теперь давайте сожмем в руку, в кулак левую руку. Пальчик внутри спрятан. И левой ручкой вокруг левой орбиты нарисуем также большую оправу очков. Угу. Великолепно. Теперь сожмем в кулачок правую руку. И правой рукой вокруг левого глаза нарисуем большие-большие-большие очки. Как будто мы с вами идем на карнавал и делаем себе карнавальный макияж. Зора или Микки Мауса, или того. Угу. И опускайте руки вдоль туловища. Отдыхайте. Тонус мышц в руках также меняется в зависимости от движения глаз. Когда глазки двигаются направо, рука разворачивается наружу. Как будто мы кому-то что-то предлагаем. Когда глаз движется к переносице, то рука заворачивается вовнутрь. Как будто бы мы хотели запихнуть ее в карман. Поэтому круговые движения руками сочетаются круговыми движениями глазами. И сейчас, когда мы двигали с вами руками по лицу, мы непроизвольно совершали движения глазами по кругу. Угу. Теперь скрестите руки перед собой и тыльные поверхности ладони положите на лицо. На глаза. Угу. Так, чтобы... Ага, великолепно. Предплечья, они, по возможности, были опущены на грудь. Предплечье, это между кистью и локтем часть туловища. Вот так. Угу. Хорошо, чтобы не висели в воздухе, не удерживали их усилия. Угу. И в этом положении мягко поверните головушку налево. Угу. И обратно. Старайтесь, чтобы тыльная сторона пальчиков мягко соприкасалась с лицом. Угу. Угу. Движение делаем только налево. Возвращаемся в положение нейтрали. Почувствуем, насколько комфортно это движение налево. Угу. Хорошо. По возможности старайтесь расположить предплечье и локоточки на груди. Угу. Угу. Хорошо. Теперь давайте повернем головушку направо. Мягко, плавно вернемся обратно. Угу. Теперь соединим движение вместе. Головушка поворачивается направо, возвращается через точку нейтрали, поворачивается налево. Угу. Старайтесь совершать движение как можно меньшей амплитудой, как можно более плавными, тягучими такими. Угу. Великолепно. Опускайте руки, отдыхайте. Угу. Теперь давайте переплетем руки по-другому. Если правая была сверху, то теперь она будет снизу, другой перекрест рук. Опять положим их на лицо, постараемся расслабить плечи, локоточки. И так же повращаем головушкой сначала в одну сторону, вернемся в точку нейтрали. Два-три плавных, медленных движения с очень небольшой амплитудой. Потом повернем головушку в другую сторону несколько раз. Потом соединим два движения вместе. отдыхайте. Опускайте руки вдоль туловища и отдыхайте. опять давайте почувствуем насколько симметрично мы лежим на полу, насколько симметрично соприкасается затылок с полом, плечи, ребра, таз, ножки. Давайте проведем стержень проходящий через нас линию идущую через головушку, шею, грудную клетку, уходящую на таз между ног. Насколько сейчас контакт с полом более мягок или более жесток по сравнению с началом урока? Симметричен или асимметричен? Опять давайте посмотрим свое воображаемое зеркало. Насколько большие наши глаза? Какой объем лица они занимают? в этом уроке мы с вами совершали движения глазами, не совершая их, потому что мы двигали глазками сначала воображение, и потом за счет двигали глазками за счет движения ног, потом двигали глазами за счет движения рук, двигательные мышцы очень нежные, они реагируют на все неравновесие, которое есть со стороны осанки. Если тонус мышц справа выше, в тазу, в плече, или это правосторонний наклон в туловище, то глаз со стороны более высокого тонуса в туловище будет смотреть наружу. Сейчас вот этими вращающими движениями от таза, от рук, вращение выравнивает симметрию мышц тонусом мышц в теле, сгибатели и разгибатели мышц бокового наклона. Глаза двигались вслед за движениями ног и тазового пояса, вслед за движениями кистей и рук и плечевого пояса, и неволенно совершали очень малоамплитудные движения в орбите, и это балансировало тонус мышц глаза, которые теперь расслабившись вслед за расслаблением мышц туловища будут лучше координировать и управлять движениями в теле. И движение глаза, капсула глаза, она является продолжением мозговых оболочек, через которые проходят все сосуды и нервы в центральную нервную систему, или из нее и расслабление глаза проводят к расслаблению мозговых оболочек, очень мощно улучшает мозговой кровоток. Просто это как курс сосудистых препаратов недельный. слабо мягко, плавно откройте глазки, стараясь, чтобы свет плавно проник вам в глаза. опять посмотрите на ту точку, которую вы выбрали в начале. Ближе она ли к вам? Чертче или более размыта? И медленно, плавно поворачивайтесь на бочок в своем ритме и вставайте. Хорошо. Встали больше глаза по ощущениям. Да? Только у одной Любови Владимировны? Как сейчас вот картиночка, которая вокруг. Очень яркая. Такое впечатление, что смотришь, как будто ты я не знаю. И за затылком тоже. Да, и за затылком тоже очень расширяет поля зрения, периферическое. Великолепно. Спасибо.